Ты можешь пославить Его, если ты верующий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 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 Вау. Аллилуйя. Большое спасибо Вам. Она уже две мои проповеди пропела сегодня. И когда она еще пророчествовала. Она уже про мою проповедь, уже все рассказала Вам. Она уже про следующую неделю тоже все рассказала Вам. Следующую неделю это наш Дунамис, да? Между прочим. Это будет первый Дунамис в этом здании. Дунамис значит чудодейственная сила Божья. Та сила, которая творит чудеса. И будем молиться. Очень много будем молиться. И я буду говорить о присутствии Божьем. В это время Никто не может выжить без присутствия Божьего. Невозможно. Я как бы сделаю паузу нашей серии о воле Божьей. Чтобы поговорить на следующей неделе о присутствии Божьем. Моисей говорил с Богом и Он говорит, я тебя куда-то поведу. И это воля Божья. Он хотел его взять куда-то. Но Моисей был умным. Он говорит, даже в твоей воле если твое присутствие не будет со мною никуда не пойду. Понимаете, присутствие Божьей это часть Божьей воли для тебя. Это тема присутствия Божьего это также часть той темы, которая называется воля Божьей. Они рука в руку идут. Если бы израильтяне они бы пошли и покинули Египет через пустыню без воли Божьей без присутствия Божьего они бы тогда умерли в пустыне или бы умерли посреди этого Красного моря. они были в Божьей воле. Но когда Божье присутствие покидает их тогда они в проблемах. И сегодня я поделюсь вторую часть той темы, которую я начал делиться на прошлой неделе совершенной и несовершенной воле Божьей. И чтобы мы могли вспомнить мы еще раз прочитаем Римлянам 12 глава 2 стих. Я что-то вам сказал уже на прошлой неделе хочу сегодня повторить. Бог говорит в книге Еремия Я знаю те планы, которые я имею для тебя. Он знает, я знаю. Если ты хочешь знать ты не идешь, не гуглишь это может звучит странно ты даже не получаешь это от пастырей Бог может использовать пастыря чтобы говорить но тот источник воли Божьей или познания это сам Бог открывает. Все, что ты делаешь без Бога это 100% это не по воле Его. Только Он Сам знает наверняка свою волю. К Римлянам 12 глава 2 стих Прочитая последнюю часть этого стиха И когда я закончу свою пробовать мы начнем с первого стиха Что есть воля Божья благая, угодная и совершенная Три вещи То есть заметили Это не просто воля Божья Благая Угодная Я на прошлой неделе это объяснял Мы только что поместили в интернет это Пробуйте Потом совершенная воля Божья Если есть совершенная воля Божья Значит есть несовершенная воля Да, есть такая Это когда ты берешь, поворачиваешь Божью руку Чтобы делать то, что ты сам хочешь делать Он позволяет, чтобы ты так и делал И очень интересно, что Он даже может это благословить Я на прошлой неделе дал первый пример этому Но всегда этому всему следуют последствия И первый пример, который дал на прошлой неделе Ишмаил Ишмаил не был Божьей волей Он не был Несмотря на это Бог его благословил Он сделал его отцом народом Тот человек, который не являлся волей Божьей Он был благословлен Богом Но это не значит, что Бог был этому рад Я очень много говорил о Аврааме на прошлой неделе Сегодня хочу поговорить о другой личности Но перед тем, как буду говорить о нем Я буду использовать Израиль как второй пример Они взывают к Богу Нам нужен царь Мы хотим царя Бог говорит, мой план для вас, чтобы вы не имели царя Я сам хочу быть вашим царем Не, 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 не Мы хотим царя, который глазами можем видеть И потом мы поверим, что вот он царь И Самуил очень опечалился Он говорит, ну оставь их в покое И Бог говорит Самуилу Ну не беспокойся о них Иди и помашь Саула И посмотрите на последствия Они прошли через многое Но посмотрите, что Бог делает Он является любовью Еще раз хочу повторить Он является любовью Даже несмотря на то, когда этот блудный сын ушел Отец открыл свои руки И опять его принял Когда Адам упал Он покрыл его и Еву Даже несмотря на то, что ты, может быть, не находишься в воле Божьей Все равно восстановление возможно для тебя Я вам не хочу принести плохие новости Оставаться не в совершенной воле Божьей Это очень опасно Но когда ты поймешь Покайся И начинай ходить по Ему пути И тогда будет восстановление Например Когда Саул еще был царем Через Божью любовь Божья любовь сделала так, что Приготовила через него Давида Который из них был лучшим царем Бог вообще не желал, чтобы они имели царя Но, потому что они хотели по той дороге идти Бог позволил им Но Он не хотел, чтобы их через это уничтожили И Он дал им Давида Он знал, потому что Саул потерпит неудачу Я уже раньше этим с вами делился Все, что не имеет достаточной подготовки Все будет терпеть урон Неудачу Адам 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 не был приготовлен Его сотворили как большого парня Сразу же родился взрослым Но Иисус, второй Адам Что случилось с ним? Сказано, что он рос В знании И благоволение Пред людьми и Богом Адам не рос Он появился Но Иисус рос Саул не был подготовлен Его просто выбрали Вот в этой чрезвычайном случае И 16 лет Бог приготовил Давида Подготовка Но это не моя тема Что, что хочу вам сказать сегодня Тот факт, когда Бог позволяет и благословляет тебя Это не всегда значит, что это Его воля Почитаем очень быстро местописание для вас 105-й Псалом 105-й Псалом 13-й стих Прочитаем очень внимательно Но скоро забыли дела Его Мы очень быстро забываем Божьи дела Не дождались Его изваления Вот это одна вещь, которая ведет людей В несовершенную волю Божью У них нет терпения Абрахам Он подождал какое-то время Но не мог дождаться до конца И так же И так же Твоё окружающие люди Не могут влиять на твою волю И, ну как это Твоё послушание Божьей воли Пример Сара Сара Она имела влияние на Абрахама Сара действовала по плоти С самого же начала Ангел говорит, в следующем году в то же время у тебя будет ребенок Она смеялась Эти люди Что-то Сели Неправильное Сара Это пример Плотского человека И Абрахам Ходил с Богом Он человек Духа Но, несмотря на это Он позволил Саре Влиять на его решения Watch people that you walk with Смотри внимательно На тех людей С которыми ты вместе Ходишь, живешь Посмотри внимательно Каких людей ты слушаешь Не позволь людям Слишком сильно тебя любить И вырвать тебя Через это Из воли Божьей О, ты так много терпишь О, ты так много терпишь Ты должен с этой страны в ту страну Точно переехать Они показывают Как бы Истинную любовь Но они не по духу Они это делают Кто-то так тебя Сильно жалеет Не едь в эту страну Оставайся здесь Вот Хотя бы Здесь у тебя есть друзья И когда придет голод Ты сможешь хоть с друзьями Чем-то поделиться А может быть Твоя Божья воля Чтобы ты там Поехал Куда ты желаешь Поехать Не позволь Друзьям Решить то Что ты будешь Делать в своей жизни Если ты спросил Б многим людям Почему ты переезжаешь В ту страну Которую ты переезжаешь Особенно Когда я был в Африке Особенно Когда я жил Лично в Африке Спасибо, что через Божью волю Я поехал Потом в Россию Тогда была Божья воля Чтобы я переехал В Россию Даже моя Это как бы Плотское мышление Оно в то время действовало Я Прогуглил Россию Я Гуглил и смотрел Россия Белоруссия Или Украина Кто там из них Лучше Я даже Своей жене Это раньше не рассказывал Я Выбрал Украину Я По-настоящему Тогда Выбрал Украину Это было Во время Процесса Моего Это было В то время Когда я поступал В училище Школа Мне Прислала Письмо Что у них Нету Больше места Для Международных Студентов И Бог Меня спас Потому что Начальная Воля Была Чтобы я Поехал В Россию Вот это был Божий план Для меня Но я В Гугле Проверял Статистику Я Выбрал Украину Но Бог Видит Впереди Времени И Спасибо Что все же Божья воля Исполнилась Моя жизнь И спасибо Моим родителям За их молитвы Что я хочу Вам этим Сказать Когда ты Хочешь Принять Какое-то Решение Первое Что ты Должен Сделать Отключи Всякого Родна Внешнее Влияние Все Отключи Чтобы услышать Что Бог Желает Через 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 Десять минут Я буду Говорить О уме Как ты Можешь Жить В совершенной Воле Божьей Скажу Что-то Твой Ум Это Самый Лучший Ресурс Что ты Можешь Иметь Когда Бог Тебе Говорит Большинство Извремя 95% Это происходит Через Ум Когда дьявол С тобой Говорит Тоже Через Ум Когда COVID С тобой Говорит Тоже Через Ум Перед COVID Если Ты Чихнул Ничего Нормально Когда Пандемия Пришла Если Ты Чихнул Все Сразу От Тебя Отходят Что-то Изменилось В уме Людей Если Ты Можешь Иметь Контроль Над Своим Умом Ты Будешь Контролировать Свою Среду Ты Будешь Жить Совершенной Воле Божьей Мы Читали В Библии Как Человек Мыслит Таким Он Становится Это Самый Большой Ресурс Что Мы Имеем Например Когда Я Был В Нигерии Перед Воры Пришли В Наш Дом Мы Оставляли Двери Открытые Мы Не Боялись А Когда Вор С Оружием Посреди Ночи Пришел Мой Дом С Того Дня Если Что-то Падало На землю В Нигерии Мое сердце Сразу Так Моя Проблема Не с тем Что Пало На землю Но Что-то Происло В моем Уме Поэтому Говорится Изменитесь В своем Разуме Мы Прочитаем Очень скоро Там Из Писание Закончим С Израильтянами 14 14 14 14 15 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 16 17 18 18 20 21 22 22 23 23 24 24 26 27 27 27 28 29 Понимаешь, не всякая отвеченная молитва по-настоящему является волей Божьей. Не всякая. Некоторые. Ты поворачиваешь сам руку Божью. И Бог не идет против Своего Слова. Потому что по Его Слову Он тебе дал возможность избирать. Все, что ты пожелаешь. Марка 11 глава. Молись, верь, что получишь, и получишь. Если ты стоишь на этом Слове, ты можешь даже повернуть Божью руку и получить то, что не является Его волей. I lost somebody there. Вот кто-то из вас уже потерялся. Исайя пришел к царю. И говорит, царь, возьми все свои вещи, и ты умрешь. И царь повернулся к стене и начал использовать Слово Божье чтобы молиться. Господь, я дал. Я служу Тебе. Я не могу умереть. Бог уважал это. И дал Ему еще 15 лет. Даже несмотря, что это не является Божьей волей. Но проблема вот та. Есть всегда последствия. И ребенок этого человека, который он дал ему в течение этих 15 лет, этот ребенок he abused Israel. Он потом издевался над Израилем. И потом он сделал так, что они повернулись против Бога. That was what God saw. Вот то, что Бог это видел. That he wanted to take him away. Он хотел убрать его. Но он повернул руку Божью. И еще 15 лет Ему были даны. Понимаешь, несовершенная воля Божья. И тот рассказ, с которым хочу сегодня поделиться, он находится в числах. 22 глава. С 9 по 22 стих. Числа 22 глава. С 9 по 22 стих. И пришел Бог в Валааму и сказал, какие это люди у тебя? Балаам сказал Богу, Валах, сын Сеффоров, царь Моавицкий, прислал их ко мне сказать, Behold, there is a people who came out of Egypt and they cover the surface of the land. Now come, curse them for me. Вот народ вышел из Египта и покрыл лица земли. Итак, приди, прокляни мне его. Perhaps I will be able to fight against them and drive them out. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ними и выгнать его. But God said to Balaam, и сказал Бог Валааму, Do not go with them. Не ходи с ними. This was the perfect will of God. Это была совершенная воля Божья. You shall not cause the people for they are blessed. Не проклинай народ сего, ибо он благословен. So Balaam got up in the morning and said to Balaam's representatives, And the representatives from Moab got up and went back to Balaam and said, Balaam refused to come with us. И встали к изням Моавицкий и пришли к Валаху и сказали ему, не согласился Валаам идти с нами. Now, this is exactly what the devil does. И вот так, так вот и поступает дьявол. That's what Balaam is about to do in the next verse. Вот что Валах сделает в следующем стихе. Then Balaam sends representative once again. И Валах послал еще князей более знаменитых. Once again. Еще раз послал. The devil will not leave you alone. Дьявол тебя не оставит одного. He will not just leave you after one time. Он не просто после первого попытки тебя оставит покоя. When he left Jesus, the Bible says he is waiting for another perfect time to come. Он сказал, что он ждал еще одно совершенное время, чтобы прийти. And he came through Peter. И он пришел через Петра. So Balaam again sent some people. И Валах опять послал каких-то людей. More numerous and more distinguished than the previous ones. Более знаменитые. They came to Balaam and said to him, this is what Balaam, the son of Zippor, says, I beg you, let nothing keep you from coming to me. И пришли они к Валааму и сказали ему, так говорит Валах, сын Сефоров, не откажись прийти ко мне. Now, verse 17, manipulation has started. И в 17 стихе уже манипуляция началась. Influence, external influence. внешнее влияние. For I will indeed honor you richly. Я скажу тебе великую почесть. Then Balaam is down calculating what that would be. Валах уже начинает просчитывать какая-то, что это будет. And I will do whatever you tell me. Please come then, curse these people for me. But Balaam replied to the servants of Balaak. And I will tell you, Balaam said to Balaam even if Balaam were to give me his house full of silver and gold, I could not do anything, either small or great contrary to the command of the Lord. Хотя бы Balaam давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа, Бога моего. It sounds very religious here. Очень религиозно здесь все звучит. I will do only God's will. Я только буду делать Божью волю. I will not curse the people. Не буду проклинать людей. Born in his mind. Но в своем уме он уже думает о богатствах. Don't let me be a fool, you know. Не хочу, чтобы вы обманулись. No, don't let me be a fool. I will not be a fool. I will not be a fool. King says whatever I want he will give me. Царь говорит мне все, что я захочу он мне даст. Then in verse 19 he said Now please you also stay here tonight and I will find out what else the Lord will say to me. Впрочем, останьте здесь вы на ночь и я узнаю что еще скажет мне Господь. You see that? Видите здесь? Materialism has entered his head. Materialism зашел его в голову. Lord, remember we have a conference. Помнишь, Господь, у нас будет конференция. We need money for the conference. Let me just curse these people quickly. Let me get money for the conference. And let me get money for the conference. It's all for your glory. It's all for your glory. Why is he going to God to consult again? Почему он должен пойти опять консультироваться с Богом? Зачем? Это не нужно. Бог уже ему сказал свою волю. But God также юмориста. He also likes humor. And he's about to play some game with him now. And he's about to play some game with him now. Number 20 now. And God came to Balaam at night and said to him, And God came to him and said to him, Balaam did not go to God. Balaam did not go to God. But God came to him himself. You know, God knows what we think. God is all-knowing. God is all-knowing. There's no problem. You don't even have to come to me. He said to him, I'm coming to you. I'm coming to you. And see what God said to him. And see what God said to him. If the men have come to call you, rise and go with them. Stand, and go with them. Uh-oh. Uh-oh. God is speaking two different things now. 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 Do not go. In the beginning he said, no idea. And now go. Now. Which one is his will now? Which one is his will now? Perfect will. Совершенная will. Imperfect will. An imperfect will. But you shall do only the thing that I tell you. But you shall do only the thing that I tell you. So Balaam arose in the morning. Balaam stalled Potru. Saddled his donkey and went with the leaders of Moab. Assiedlal his donkey and went with the leaders of Moab. Let's read verse 22 together. A теперь 22 verse 22 together. But God was hungry that he was going. And God was the same person that said he should go. But God was hungry. But God was hungry. And the angel of the Lord took his stand in the road as an adversary against him. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослительство и есть с ними двое слуг его. Знаете же конец этой рассказы. Потом это все он начал говорить, ну это все остальное. Но то, что хочу, чтобы сказать, когда Бог говорит тебе, да, посмотри на ситуацию. Повернул ли в то время ты его руку? Или по-настоящему это была его воля? Это очень важно. Трудные времена приближаются. Я никого не пугаю. Я не говорил раньше эти вещи в моей жизни. Я еще молод. Я не говорил это раньше. Но те вещи, которые я сейчас вижу, когда я молюсь, только те, которые находятся в воле Божьей, и имеют присутствие Божьей, будут спасены. Я не говорю, что люди умрут. Вот что я хочу сказать. Послушайте меня. Тьма. Это возможность для света, чтобы он сиял. Чем темнее тьма, тем больше пользы от света. Много людей, которые будут в воле Божьей, которые будут иметь его присутствие, когда люди будут плакать во время голода, они будут сеять, и это будет расти. Так само, как пришлось с Исааком. Вот что я хочу вам этим сказать. Я не говорю, что время сейчас придет, и не пугаю вас, что мы тут все умрем. Даже если смотря, что мы не сможем есть, мы будем говорить, как три эти еврейские мальчики. Мы не склонимся, даже если наш Бог не спасет нас, мы не поклонимся. Мы не склонимся, не пойдем на компромисс. И знаете, что произошло после этого? Четвертый человек, он появился в огне с ними. Если ты идешь с уверенностью, что Иисус и Его присутствие со мною, я буду говорить о этом на следующей неделе. Когда ты войдешь в огонь, ты не боишься. Иисус не убрал огонь. Он присоединился к ним в огне. И он изменил то, что огонь должен был сделать. Он говорит, когда ты пойдешь через воду, я буду с тобой. Что это значит? Просто протяни посох к Красному морю. Это сотворит путь для тебя. Посмотри на это чудо. Если Красное море большое, громадное, если Бог разделил Красное море, что насчет грязи, глины? Как ты можешь идти по этой глине, по этой грязи? Бог's miracle is not half way. It's fully done. Понимаешь, Божье чудо не наполовину, оно полностью. He did not only part the Red Sea. Он не просто разделил Красное море. He made a ground they can walk on. Он сотворил дорогу, такую твердую, по которой они могли идти. This is the God we serve. Вот такому Богу мы служим. And the Bible spoke about Moses. И Библия сказана о Моисея. He says, by faith, they did all of these things. По вере они сделали все, что они сделали. The Bible spoke in Hebrews chapter 11. И Библия сказана в Евреям 11 главе. В 3 стихе. That you can form your word by faith. Ты можешь сотворить свое слово по вере. Your word. Свою жизнь. By faith. Your life. Yeah. By faith. Через веру. Faith is the factor. Responsible for the supernatural. Вера является тем фактором, который отвечает за сверхъестественное. Все, что ты должен сделать, make sure, if he says, stretch the road, ты должен быть уверен, что если он скажет себе, протяни посох, тогда протяни. Forget about the water. И забудь про воду. If he says, walk on the water, walk it. Иди. Forget about what's going to happen. Забудь, что с тобой произойдет. If he says, enter the fire, enter. If he says, enter the presence of the king, like Esther did, И если он скажет, иди присутствие царя, как Esther сделала. Just go. Иди. Make sure you are in his will. Будь уверен, что ты в его воле. Forget about the law that keeps you grounded. Забудь о том законе, который давит на тебя. Let me give you an example. Дам тебе пример. There is such a law as the law of gravity. Есть закон гравитации. Yeah? If you throw anything, if you throw anything, it comes down. Оно падает вниз. And for a long time, we believe we can never have anything flying. We believe we can never have anything flying. Because there is no other law. Нет уже другого закона. But somebody, one man, came with a new law. Он придумал новый закон. The law of aerodynamics. That says you can carry something so heavy as a plane. Ты можешь что-то иметь такое тяжелое, как самолет. And it will go against gravity. И оно пойдет против гравитации. We only thought that that was not possible until one man did it. That's the same thing I'm telling you today. You will think some things are not possible in your life. Ты будешь считать, что некоторые вещи не возможны в твоей жизни. But if you trust him, even if it happens first in your life, даже если ты будешь первый, с которым это произойдет, that's exactly what the Bible says. Вот об этом и Библии конкретно говорит. Eyes has not seen. Глаза не видели. Hears have not heard. Уши не слышали. So what God wants to do for you, то, что Бог желает для тебя сделать, it has not happened to your parents before. А это не происходило с твоими родителями до этого. It has not happened to your friends before. Это не происходило с твоими друзьями до этого. It is new. Это новое. It is fresh. Это новое. So don't be afraid of whatever that is coming. Не бойся того, что приходит к тебе. The only thing I want to beg you to do today, только одно вещь я молю вас сегодня. Stay in the wheel. Оставайся в воле. That's all you need. Все, что тебе нужно. Оставайся в воле. How do you stay in the wheel of God? Number one. Love God. Love God. Unconditionally. Not what he can give. Not what he can give. No. They say, if I love God, I will not die. So let me love him. Да. Если они говорят, я буду любить Бога, я не умру. Давай я буду любить Бога. No, no, no. Не, 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 не. Even if I die, I will speak like Paul. I will speak like Paul. That it's a game for me. It's a game for me. It's a profit. It's a profit. It's not a loss. It's not a loss. Because I know the God I serve. Потому что я знаю этого Бога, которым я служу. Paul looked at the church. Павел смотрел на церковь. He says, I'm alive because of you guys. А он говорит, я жив из-за вас, ребята. To serve you. Чтобы служить вам. I'm not afraid of death. Я не боюсь смерти. He loved God so much. Он так сильно любил Бога. He doesn't boast about a lot of things he has done for God. Он не хвалился теми большими делами, которые он делал ради Бога. One day Paul alone faced a beast. Однажды сам Павел встретился с этим зверем. And he won. И он победил. One day he says, I want to come to you, but the devil has hindered me. He says, I want to come to you. Он даже сказал, я хочу к вам прийти. But the devil hindered me. Но дьявол помешал мне. With everything Павел has conquered. И несмотря на то, все, что Павел победил, he only had one thing to say at the end of his life. Он одну вещь сказал в конце своей жизни. I run the race. Я пробежал свою. I fought the fight. Я сражался этой битвой. Fight of faith. Битвой веры. He had only one purpose. Ему была одна цель. To love God. Чтобы любить Бога. And spread that love. И чтобы делиться этой любовью. Распространять эту любовь. Когда он писал письмо официанам, он не писал. I have four churches in Corinth. У меня четыре церкви в Коринфе. I have a private jet in, I don't know, in Philippines. В Филиппинах у меня частный самолет там запаркован. He says, I can survive in abundance. Я могу жить в избытке. And I can also survive in luck. Я могу выжить даже в нищете. He's a man that was sold to God. Он был человек, который себя полностью как бы отдал Богу. That's the man I want to be. What kind of I want to be? Nothing means anything to me. Take everything away from me and give me the Holy Ghost. The love of God. The love of God. He says, eyes are not seen. Years have not heard. Years have not heard. What God prepared for those that love Him. To, что Бог приготовил для тех, кто любят Его. Love. Love. Not Christians. Not Christians. Love. He says, everything works together for good. Все содействует к благу. For those that love God. K тем, кто любят Бога. Not those that sing. Not those that sing. 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 Павел. Поют. Не тех, которые поют. You can, Paul says, you have zeal but without knowledge. You have zeal but without knowledge. So you can do so much for God. And all He wants for you, from you, is just sit down, love me. Let me tell you this. When you love Him, you will work for Him. You cannot love somebody and just sit down. I love God so much. I don't want to play the piano. Даже не хочу на пиано больше играть. I love God so much. Я так Бога сильно люблю. I don't want to go to church. Церковь тоже больше не пойду. The love is touching my heart. Любовь так наполнила мое сердце. I cannot read the Bible. Библию тоже не буду читать. The love is overwhelming. Любовь меня так объяла. That's just emotion. Это просто эмоции. What happens to people in Michael Jackson's concert? Что происходит с людьми, когда был концерт Michael Jackson? That's what has happened to you. Ну, вот так и с тобой произошло. The love of God puts you to action for Him. Оно тебя заставляет действовать. Но надо также иметь баланс. Не будь слишком активным и забывай Его. Are we together? Все вместе содействовать. Love for God. Любовь к Богу. That's how you walk in His will. Это как ты живешь в Его воле. И это приводит к меня в следующий пункт. Жертва. Мы не говорим о деньгах сейчас. Когда ты любишь Его, ты можешь сказать, бери, возьми все, что я имею. Все. Римлянам 12 глава. 1. Let's read it. We have to read this one. Римлянам 12 глава 1 стих. Должны мы вместе прочитать. Romans 12.1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Can you imagine? Можете представить? Павел. Павел. The great apostle. Великий апостол. He's begging for one thing. Он молит, умоляет их об одной вещи. Almost on his knees. Да, почти на коленях стоя. I'm begging you, please. Я умоляю вас. That means it's important. That you present your bodies a living sacrifice. What do you present? Body. A living sacrifice. So that means to be with God. You will fight your flesh. It will be a sacrifice. He called it a living sacrifice. Because sacrifice is supposed to die on the altar. Потому что жертва она же должна умереть на алтаре. Но ты же не умираешь. That's why Павел сказал I die to myself daily. Я ежедневно для себя умираю. You are alive. Ты жив. Yet you are dying as a sacrifice. Но ты каждый день умираешь как жертва. Это важно. Потому что твои мотивы, они желают что-то другое. Your desire is different. Бог говорит тебе, например, ты должен мне дать столько-столько денег. Я не говорю, что жертва только является деньгами. Не-не-не. Это тот пример, который мы можем хорошо себе ну понятно очень легко. Бог говорит, ну дай вот эту сумму как жертву. Он говорит, ну Бог, я же копил на машину. И вот что происходит. Когда мы проверяем твой мотив ты же хочешь машину. Некоторые люди, их мотив is just to show their friend that betrayed them two years ago. Которые подвели или предали его пару лет назад. I'm doing well. Что со мной это сегодня классно все. I'm doing well. Вот у меня. Я вот ежедневно. Ты должен будешь пожертвовать that to feel like this. Богу не нужны эти деньги. Он хочет, чтобы ты умер для себя. Потому что Он хочет что-то лучше сделать для тебя, чем эта машина. И Он знает. Если ты не научишься как пожертвовать себя, свое тело, твое эго, твое гордость, ты не сможешь удержать его благословения. That's why Иисус пошел в пустыню. Иисус настолько умер для себя, что дьявол ему сказал, что я тебе дам все царствия. Он говорит, не хочу. Я не хочу, чтобы меня кто-то славил. Я просто хочу совершать волю Отца. Я надеюсь, что это слово кому-то помогает сегодня. That you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God. Представьте тела ваших в жертву живую, святую, благогодную Богу. Which is your reasonable service. Для разумного служения вашего. So you want to know your ministry? Sacrifice. Жертвуй свое тело. Yourself. Себя самого. Submit it under God's will. Починись под Божью волю. Второй стих. And do not be conformed to this word. И не сообразуйтесь с веком с ним. Don't drive because you want to be like them. Не едь вот так, потому что ты хочешь быть похожим на них. Не будь похожим на мир. The word is not supposed to be a template for us. понимаешь мир его шамблон не должен быть нам примером. Послушайте I'm not against a comfortable life. Я не против комфортной жизни. Нет. I have a more or less good car. У меня достаточно хорошая машина. So I'm not against good cars. Я не против хороших машин. I must have a heart. Но я должен иметь сердце. Когда если Бог скажет мне нужна сейчас твоя машина. Я не буду беспокоиться. Вот что я хочу этим вам сказать. Что твое сердце настолько отдано Богу. Скажу вам сказать это. Когда мы начали это служение. моя жена мой свидетель. Если Бог захочет забрать всю мою зарплату чтобы позаботиться об этом служении я готов. Мы не знали откуда финансы придут. Просто двое скажу вам свидетельство. Потому что Бог знает мое сердце. Я никогда не использовал свои личные деньги чтобы спонсировать это служение. Я могу свободно давать. Но Бог настолько нас сильно богословил то, что я обещал ему он даже не позволил чтобы я это сделал. Потому что видит мое сердце. Я не пришел в служение потому что я хотел что-то брать. Я не хотел чтобы люди меня видели. Я хочу чтобы те люди которые слышат меня идут домой и их жизни изменяются. Потому я дежуру как этот микрофон. Если он скажет Самсон брось микрофон закрой церковь иди проводи время со мною. очень легко это сделаю. Я делюсь своим сердцем чем я живу. Сам. Сакрifice. Вы можете сакрifice ваш себя. Вот так ты будешь жить в его воле. И последний пункт самый важный мой друг моя любовь Дух Святой. Я бы не мог быть здесь без Него. Я бы нигде не был без Него без Духа Святого. Пожалуйста дай мне свои 10 минут. 10 минут. На этом пункте уделим 10 минут. это самое важное. Римлянам 8.26 Закончим это. Римлянам 12.12 Обратно. Он говорит I told you in the beginning the mind is the biggest asset what we have ресурс. Потому что если ты не обновишь свой ум ты не изменишься и ты не будешь знать волю Божьей волю Отца. Дьявол сражается за твой ум. Информация сражается за твой ум. И Божья голос потеряется посреди этого хаоса. И вот эта печаль в теле Христа. Голос Божий он где-то там далеко звучит как эхо. потому что наш ум наполнен и Библия сказано имейте ум Христа в себе. Ум Христа. Я не хочу идти в эту тему. Это будет проповедь другого дня. Не сегодня. Ум Христа это большая тема. Как мы думаем? Как Иисус думал? Как Он думал, Он тем и стал. И Библия скажет, что мы должны иметь Его ум. Римлянам 8, 26 до 27 стиха. Последний пункт. Как оставаться в совершенной воле Божьей? Это относится к Духу Святому. Ты должен иметь отношение постоянно с Ним. Также Дух подкрепляет нас в немощах наших. Значит, у нас есть немощи. Какая немощь? Ибо мы не знаем о чем молиться, как должно, но сам Дух оттаскивает за нас воздыханиями неизвеченными. Видите разницу? Это не значит, что мы не знаем как молиться. Мы не знаем как мы должны молиться. Вот есть разница. Мы знаем о молитве. У нас есть разные молитвенные встречи, но без Духа Святого это просто трата калорий. Вот что Библия сказано. Это наша слабость, немощь. есть один человек, который может сделать это дело вместо нас. Дух Святой. 27 стих. Испытающий же сердца знает, знает, какая мысль у Духа. Хочешь знать ум или мысль Божью. Дух Святой это только Он знает волю или ум Божий. Потому что Он подозревает святых по воле Божьей. Когда я приезжу в молитву, я позволяю Духу Святого молиться через меня. Он знает, какие мысли Бог имеет насчет меня. И он начинает говорить вещи к Богу о мне. The exact thing God wants to do to me. The exact thing God wants for me. not what I desire myself. He begins to pray. begins in me. God is in heaven. Jesus is sitting at the right hand of the Father. the Holy God is my friend. He is my partner. He is my comforter. So if I kneel down and I begin to say, dear Father, I've come in the name of Jesus, I need two houses, one would be for home group, and one for me. It sounds religious. Oh, it will be for home group, you know. And it's a good desire. It's a good desire. Very good one. Very good one. But the Holy Spirit is here. But the Holy Spirit is watching you. Bringing your heart desire to God. And once you switch to praying in tongues, your desire is one house. To live and the other for home group. But God's desire for you is to have not home group alone. To have the ability to give a church a key to a building. No, a key to a building. You know, you give just a pastor. This is the key to a building. He says, Pastor, here's the key to a building. It means God has more for you than what you are thinking. So when you begin to pray in the Spirit, the Holy Spirit begins to speak on your behalf. Дух Святой начинает говорить место для тебя. You might not understand it. Ты, может быть, не понимаешь. So if there is an obstacle in your way, есть ли какой-то препятствий на твоем пути between you and the blessing God has prepared. Между тобой и между тем благословением, которое Бог тебе приготовил. The Holy Spirit begins to speak to the Lord. Дух Святой начинает говорить с Богом. This is your will for Samson. What is your will for Samson? The enemy is putting an obstacle here. What враг поместил тут препятствие между этим Lord, you can remove it now. At that time you are just praying in tongues. But in the spirit realm there is already a trading happening. As you are praying in the spirit, the devil also is speaking in the spirit realm. Samson sinned yesterday. Samson вчера согрешил. We cannot remove this. Nельзя отбирать. And that battle in the spirit realm is so heavy. Потому битва в духе настолько тяжелая, It even comes to your mind. It даже влияет на твой ум. So you are praying like this. Galaba you are shouting you are And suddenly you begin to feel guilt. You begin to feel guilt. I don't have the right to ask God for this. because I'm not on that level yet. And the Holy Spirit says don't stop. Don't stop. pray through you. That's the voice of the enemy. The accuser of man. And then you stand up again. You say no, 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 through the blood of Jesus. I am cleansed. I'm a new creation. Calabras as you begin to speak. The Holy God says that's my boy. Remove that nonsense and you receive your blessings. The Holy Spirit prays through you. Let him do it. Don't join the group of lazy Christians. Oh, I just love Jesus. I pray only two minutes to him. He takes care of me anyways. Oh my God. If you know the plan of the enemy, you know that the prayer will pray for hours. Those prayers are not for God actually. He has given us the authority. We are just using it to deal with the devil that's supposed to be under our feet, but he's trying to come up. So we put him back again. I wake up in the morning. Carlos Shibra pulling back again. He wants to come out. One hour, two hours, tomorrow, forever, is under my feet. I should be Allah Kose Mahabra. Oh my God. I wish I can get all the Christians to just read this scripture. There is an intercessor in you. He needs your time. Just sit with him. Let him pray. Don't doubt the tongues you speak. It's not about your syllabus. We don't talk about syllabus. The Bible says, with groaning that mouth cannot explain his praying. It's praying. It's not praying with syllabus. He says, with groaning than us. Dых that's the key. Don't pay attention even to what is coming out. Let anything come out. Inside he is groaning. Let him groan. Let him groan. It's so powerful sometimes he puts you on your feet. You cannot sit down. He is groaning from within. He is groaning from within. Something is changing. Something is Last scripture. Last scripture. First Corinthians. I hope I'm not wasting your time. I just I just spend time. First Corinthians 2 9 to 12 1 Corinthians 2 9 I will preach this gospel Hi Samson I will preach this gospel Hi Samson I vow to myself I vow to myself I promise myself and I promise God wherever I have opportunity to preach the gospel I will preach it like that's my last message because that may be it may be it may be he may take me home but he will ask me what did I do with the microphone when he was in my hand when he was in my hand I'm not one African goreaching boy I'm not one African goreaching boy no 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 it's more than that it's a fire it's a fire in the bones to see the works of the devil destroyed чтобы видеть как дела дьявола разрушаются to see in the last days pours his spirit upon all flesh to see in the last days pours his spirit that's the drive that's the drive what it's the drive that's the drive that's the drive that's the drive but as it is written eyes has not seen nor hear heart nor have it entered into the heart of men the things which God has prepared for those who love him не видел того глаз не слышал лоха и не приходило то на сердце человека что приготовил Бог любящим его but God has revealed them to us the next verse he has revealed them to us he has revealed not will reveal he will not reveal he will not reveal you want to know the will of God he has revealed it already he will not reveal he will not reveal it anymore through his spirit that's the key that's the key that's the key that's the key for the spirit such as all things yes the deep things of God if I have an information for Michael if I want to give him an information I can give it to Irina believing Irina will pass it to Michael right but if I will meet Michael in Lidl for example and I says did you receive the information I passed to Irina to you and Michael says I've not been home for a long time I've not even picked Irina's call I don't have time I don't have time does it mean I've not revealed the information I've already revealed it to the intermediary Irina but Michael is too busy to speak to the person I send every information you need is with the Holy Ghost so if you don't have it you're too busy God has revealed everything because you cannot know it I didn't say that I didn't say that next verse посмотрим in the next verse for what man knows the things of a man except the spirit of the man is in him which is in him now let's read the next line together if you have English Bible followers but I'll read it in Russian again раз, два, три так и Божьего никто не знает все никто ни Самсон ни апостол not prophet ни пророк ни teacher ни учитель никто не знает кроме Духа Божьего if you know this you'll be free from the bondage of prophet prophets апостол если ты будешь знать ты будешь свободен от этого как бы от пророка 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 бегая по пророкам Бог послал их чтобы ободрять церковь но они стали как будто бы наркотиком для многих из крестьян это неправильно если пророк в Илгаве мы все в Илгаву рвем если пророк в Илгаве мы все в Илгаве вы 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 в Илгаве you have six hours тебе шесть часов to be in a conference чтобы поехать на конференцию for example in Germany например в Германию to be with for example Ben Fidgerald nothing wrong with that ничего плохого but you don't have six minutes to stay with this person that has the information everybody you are going to they are just messengers понимаешь всем которым ты идешь они просто вестники the person carrying the information is the Holy Ghost and he lives in you every preacher should make you understand that don't be addicted to me I'm just a man without Jesus I'm nothing without the Holy Ghost I'm just a clay без Духа Святого я просто глина people are so obedience to pastors люди настолько послушны пастырям что они в то время становятся непослушными Иисусу that must be corrected это должно исправиться и мы используем такие местописания не трогай моего помазанного мы все люди мы должны не смотреть на человека смотреть за и следовать за его помазание и Павел что-то сказал следуй за мной как я следую за крестом если я перестану следовать за крестом перестань следовать за мною если Самсон перестанет следовать за крестом несмотря на то что раньше я вам проповедовал перестаньте за мной следовать я хочу чтобы все было по порядку сегодня Дух Святой который несет в себе эту информацию 12 стих теперь мы получили мы приняли не Духа мира но Духа от Бога тот который несет в себе информацию мы его и приняли почему мы почему же нам не хватает информации не просто что эта информация находится внутри нас но сам носитель информации тоже внутри у нас дабы знать дарованые нам от Бога бесплатно тебе есть что-то бесплатное дарованное тебе ты все равно это не знаешь но все уже внутри тебя врач он идет в школу учиться шесть лет десять лет он тратит время чтобы обучиться медицине ты хочешь знать о Духе Святом ты даже не мог закончить единственный учебник то что мы имеем Библию в медицинской школе 100-200 почти книг прочитал и вот ту Библию которую ты видишь здесь сегодня вот такого размера это мини-вариант наших учебников вот это то что мы перед экзаменом так быстро прочитываем пролистываем но годами как христиан если ты сделаешь и пометишь то время которое ты тратил например если ты бы читал только одну главу в день ты уже бы встретился с Духом Святым ты уже бы имел бы всю информацию это не чтобы осудить кого-то из вас я также человек я также падаю есть такие дни когда я встаю и не молюсь я также не изучаю Библию но я сегодня пришел чтобы ободрить тебя если ты падаешь не вставай вставай если сегодня пропустился завтра буду заново я не буду унижать себя ноль отличается от двойки дьявол хочет тебя удержать на нулевом уровне знаешь что он делает когда ты падаешь на нулевой уровень он придет к тебе хочешь на десятку попасть удачи ты можешь оставаться на нулевом уровне с ним и сказать дьявол или ты принимаешь решение да сегодня я хочу быть на десятом уровне но еще не на десятом на первом но переберусь на третий самое главное что я не нахожусь на одном месте потому что я знаю что однажды если я буду продолжать вот так идти я достигну десятки и дьявол скажет тебе но ты все равно опоздаешь я говорю неа Библия сказано я восстановлю все года которые поглотил враг даже несмотря если я приду и как бы опоздаю все равно Бог восстановит все время которое я потерял есть пара который называется Charles and Francis Hunters they did mighty miracles через них Бог делал великие чудеса они начали в пожилом возрасте в пожилом возрасте они могли выбрать плакать просто плакать мы умрем и мы просто любим друг друга все и не исполнили Божью волю для нашей жизни все слишком поздно нет в 60 они начали то служение которое потрясло весь мир потрясло Африку через их книги африканские люди начали на всяком месте стрелять людей мы не говорим о времени Бог который послал тебя он не живет в временных ограничениях время живет внутри его время это только для нас если я исполню свою волю например я стал пастором в 19 например до 50 я уже многое что сделаю кто-то другой с 19 до 50 он на всех тусовках был и в 50 он отдал свою жизнь кресту полностью буду следовать за тобою и в течение двух лет и он сделал то же самую работу то что я сделал в течение своих 30 лет и кажется что это не честно но вот так Бог работает если ты скажешь нет дьяволу он восстанавливает потому что он не соревновывается нет возрастного соревнования самсон ты исполнил свое задание в течение 30 лет классно получишь свою награду этот человек я поставил ему задание он оказался и когда вернулся ко мне как отец ты хочешь чтобы я его потом наказал нет я же рад как отец что он вернулся то время которое я ему верну я ему дал эту скорость и помазание чтобы сделать эту работу быстро потому что он уже не так силен в своем теле и я исполню свою волю и человек умрет исполняет все ради чего я его прислал сюда почему же Самсону нужно быть злым зачем ему гневаться Господь если бы знал бы я тоже тусил бы 30 лет я должен быть рад что еще один генерал присоединился к нашей армии если у нас будет такой ум не будет у нас к цели Христа эти соревнования у тебя большая церковь у меня маленькая церковь кто какому какая разница концерт зала наполнена людьми которые не спасены вот что в моем уме Дух Святой и Библия сказано погадать нашего Иисуса Христа любовь Божья и содружество Духа Святого и вот на этом я закончу свою пробу сегодня содружество в Духе Святом я хочу чтобы вы встали на ноги Дух Святой я хочу иметь содружество с тобой по-настоящему 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 give me the strength give me the wisdom give me the strength give me the wisdom дай мне мудрость let me tell you this don't be a Christian that me and Jesus we are cool we are good I can talk with him in the tramvai I can talk to him it doesn't matter that I should you know sit in the morning and speak to him it is a lie from the devil Jesus has to separate himself in the morning he must separate himself in the morning in a specific place in a specific time in a specific time in a specific time aside from the speaking to Jesus in tramvai aside from that have a specific time specific place there is something about places Elijah did not just go up from anywhere he found the place the bible says God and Abraham will meet at a pacific place specific place Jacob the oven opened at a specific place not everywhere find a time find a space and a place and a place two hours this morning I'm with you I'm with you and the Holy Ghost no phones no distractions no distractions you have to do this constantly because the noise will increase in our world and if you are not used to hearing the Holy Ghost when he speaks you will not know you have to make a decision if it's 30 minutes a day if it's 30 minutes a day the key is consistency that's the key that's the key that's the key daily speak to the Lord speak to the Lord help me give me wisdom give me the time you want give me the time give me the strength to do it give me the strength this is personal this is personal speak to God personally speak to God Holy Spirit I need you like never before I need you I need you it's not by power it's not by might it's by your spirit it's only through you only through you only through you Субтитры создавал DimaTorzok 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 День и ночь День и ночь Ночь и день Как знамя благодарности Богу День и ночь 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 Субтитры создавал DimaTorzok День и ночь 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 Продолжение следует...